Итоги работы за отчетный период представили руководители муниципальных учреждений города. Идет формирование первых и десятых классов школ города. Дошкольные образовательные учреждения укомплектованы. По сообщению главного врача Орехово-Зуевской ЦГБ, в ночь на 3 августа на Ликинской эстакаде произошло ДТП с двумя летальными исходами на месте. Трое пациентов поступили в первую больницу. Одного пациента в состоянии приема тяжелого. Вызовем специалистов. 8 августа мы отмечаем День физкультурника. Александр Сергеев пригласил Орехово-Зуевцев принять участие в общегородской зарядке, которая состоится 7 августа на Октябрьской площади в 8.30 утра. В рамках исполнения муниципального контракта по содержанию городских территорий продолжается окос травы, омоложение живой изгороди, очистка дорог и тротуаров. Большая работа проведена по уборке навалов мусора по улицам Торфабрикетная и Староореховская. О собираемости денежных средств с населения за коммунальные услуги доложил директор МУП ДЭЗ ЖКХ. С 18 мая, фактически за 70 рабочих дней, в мировой суд направлено 101 дело. Но хочу уточниться, что это 101 дело, это по долгам ДЭЗу. По всем 44 делам, по которым судебные приказы состоялись, исполнительные производства возбуждены. Из этого миллиона взыскали 51 тысяча. На комиссию за это время, за 70 рабочих дней приглашено 156 человек. Заключено 39 соглашений о погашении задолженности на 6,5 миллионов. Взыскано 400 тысяч рублей сразу, то есть на момент составления соглашения. Дети погашают часть задолженности. Всего заключено 113 соглашений на 14,5 миллионов рублей. По всем соглашениям взыскано 1,5 миллиона рублей. С 1 августа 1 и 3 РЭУ переданы в ОГК НКС. Что касается вопросов подготовки к зимнему отопительному сезону, на утро понедельника подписаны акты по 125 домам. В 30-м прошлой неделе нами получена новая форма паспорта готовности. Нас обязали составить графики сдачи домов по этим паспортам. Технология работы, она несколько другая. Мы занимаемся системой отопления, снимаем сок, выливаем, отдаем на проверку теплосеть. И далее, далее, эти работы, они до 15 сентября, там последние работы, это доводчики на дверях, стекла, так сказать, разбитые, поврежденные, заменяем. А здесь получается так, что мы каждый дом должны по графику идти, бригады, сдавать. По сообщению полиции, за прошедшую неделю совершено 7 преступлений. Три из них раскрыто по горячим следам. Сотрудниками наркоконтроля зарегистрирован факт притоносодержательства.